Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. Меня зовут Евгения Августина. 27 ноября в Одинцовском историко-краеведческом музее открылась выставка «Сталь и огонь к истории оружия». Она организована музеем в партнерстве со студией «Живой истории Хронотоп». Что на ней представлено, об этом мы сегодня поговорим с руководителем студии Виктором Воронкиным. Здравствуй, Вить! Добрый день! Рад видеть вас! Взаимно поздравляю вас с открытием выставки. Главный вопрос сегодняшней программы, наверное, уже был озвучен. Что же здесь представлено, что мы можем увидеть в Одинцовском музее? Да, действительно, у нас открылась новая выставка, но она логически наследует и развивает тему предыдущей. Предыдущая выставка у нас была посвящена эпохе 17 века. Мы рассказывали про Звенигородских стрельцов, о этом кратком периоде истории. У нас есть письменные источники, у нас есть множество свидетельств. Но нам захотелось раскрыть тему воинского дела на территории Одинцовского района, более широко, более подробно заглянуть в другие эпохи. И поэтому итогом этого желания стала как раз открывшаяся сегодня выставка. Ну то есть здесь преимущественно реплики, сделанные по археологическим находкам в нашем районе или не только? Все предметы, которые у нас находятся в экспозиции, это все реплики, это не оригиналы. И это большое преимущество, потому что их можно трогать руками, потому что мы не боимся, не переживаем, что они пострадают. Значит, значительная их часть, или, скажем так, не значительная, а знаковая часть, связана действительно с историей Одинцовского района. Это, конечно же, копия одного из шлемов из Игнатьевского селища, найденных в 2015 году. Клад из двух шлемов был найден. И я принимал участие в этой экспедиции археологической. Также незаслуженно забытый или просто малоизвестный памятник селища Хатежи, который на западе Одинцовского района находится. На нем были сделаны тоже находки, связанные с кругом предметов воинской культуры, реплики которых мы тоже сделали, они у нас представлены тоже в экспозиции. Кроме шлемов, что мы здесь еще можем увидеть? Мы рассказываем про эволюцию вообще доспеха и наступательного и оборонительного вооружения на протяжении от первого появления здесь славян в X-XI веке до XIX века, собственно, до заката, скажем так, классического воинского дела, связанного с холодным оружием, да, когда огнестрельное оружие полностью вытесняется с поля боя, классическую вот эту историю с саблями, копьями, луками и прочими предметами дистанционного боя. Логика нашей выставки такая, что мы рассказываем, во-первых, о хронологическом порядке. Мы начинаем с селища Хатежи, X-XI века, как я говорил, потом через XIII век, XIV век мы наблюдаем эволюцию доспехов. На смену кольчугам приходят более сложные пластинчатые доспехи, ламеллярные или чешуйчатые, которые защищают воина гораздо лучше, потому что меняется тактика атаки. Сменяется тип боя. Там представлены предметы, как защищающие воина, так и предметы, при помощи которых он наносит урон противнику. Дальше мы рассказываем про дворянскую поместную концу XVI века, это времена Ивана Грозного и, собственно, как раз тот самый шлем, о котором я упоминал. Дальше про стрельцов, которые появляются тоже при Грозном и существуют, собственно, из них уже формируются регулярные войска и доживают они до наших дней. Про рейтар и заканчиваем киросирами. У нас представлена часть снаряжения киросира, 5-го киросирского полка наполеоновской армии, которая тоже проходила через наши земли. И XIX веком мы завершаем в хронологическом плане рассказ об эволюции оружия и о тех видах войн, войск, которые были представлены на Тенцовской земле. Здесь представлены реплики, но достаточно точные. Вот насколько сложно было воспроизвести, кто этим занимался? Наверняка наши зрители уже наслышаны о Движении исторической реконструкции. Дело в том, что представителями этого движения являются очень разные люди с совершенно разными взглядами. Я много раз уже рассказывал о том, что это такое. Сейчас Движение исторической реконструкции очень сильно разделилось внутри себя. Есть люди, которые занимаются различными его направлениями. Наши кредо, наши студии и людей, которые вокруг нас объединяются, это использование научного знания, это использование археологических данных, письменных источников, архивных документов. То есть мы стараемся, чтобы наши предметы были максимально научно достоверны, имели под собой какое-то обоснование. Поэтому предметы, которые мы видим в витринах, они имеют под собой научное обоснование. И если мы говорим о том, что тот или иной предмет бытовал в то или иное время, то это не просто голословное заявление, а под этим многие годы работы, чтения литературы, выступления на различных конференциях, багаж определенных исторических знаний. Вот если взять, например, один шлем, сколько времени на его изготовление уйдет? Если мы говорим про механическое изготовление, то это может занять недолго, все зависит от того, какие там есть элементы. У нас есть один из шлемов экспозиции, который имеет богатый декор. Он довольно сложно сделан, и его железная основа довольно сложная, и орнаментальная часть довольно сложная. На его создание понадобится около двух лет. Вообще все зависит от того, насколько предмет проработан, известен, сколько про него публикаций сделано, есть ли доступ, чтобы его померить, и опять же его технологическое производство, насколько сложно. Большую часть работы с такими экспонатами, чтобы создать реплику какую-то известную, какую-то очень правильную, очень большую часть времени отнимает сбор информации. Потому что если предмет довольно редкий, они мало кто знает. Тут это историческая база, правильно? Да, да. Попасть в запасники музея, чтобы с линеечкой его померить, очень сложно. И если у нас есть там в ГИМе, например, знакомые какие-то, они по роду своей службы имеют доступ к таким объектам, это очень хорошо. А если предмет находится где-то за территориями Российской Федерации, не выставляется в экспозицию, то сделать это очень сложно. Получить информацию точную, посмотреть, как что сделано, проверить какие-то технологические моменты, выяснить. Это довольно трудоемкая и кропотливая работа. Ведь тема «История оружия» такая достаточно своеобразная. Вот как заинтересовать ею посетителей музея, ну в данном случае онлайн-посетителей музея? Ну, как вам сказать? Как рассказать, как можно подать информацию? Дело в том, что это вообще история не только оружия, а вообще история материальной культуры – это очень интересная вещь. И я когда вот, наверное, не случайно, моя хобби привела меня в отдел археологии Зенегородского музея, потому что вас этот мир абсолютно увлекает. Это сродни детективному расследованию какому-то. То есть вот мы берем предмет, хотим узнать его историю, да, как он сделан был. Для этого нам нужно, ну то, что я говорил сейчас, да, попасть в запасник и померить его. Ты начинаешь его делать, совершаешь ошибки, понимаешь, что здесь вот эта штучка должна быть не так. Начинаешь дальше копать информацию, почему эта штучка не так, а так, а какие есть аналогии, а какие есть другой опыт. Опыт историков, опыт реконструкторов современных, опыт кузнецов вообще там. Ну или не кузнецов, это может быть любая, а другая там с кожей, например, связанная история. Как вот лук мы делали, тоже очень целый просто можно фильм снять. Я думаю, что выставка будет интересна не только мальчишкам, но и вообще всем возрастам и всем полам. Все придут, кто-то здесь что-то свое узнает и найдет. И не только потому, что это про, скажем, оружие, да, что мальчикам может быть интересно. Но в целом это про отечественную историю. Мы листаем страницы Одинцовского района на протяжении десяти столетий. То есть от того времени, когда сюда первые приходят славяне на лодках, еще здесь не было никаких дорог. Через времена сюда пришествия кочевников, через смутное время 17 века, через поляков, через Наполеона, через всех-всех-всех. Когда мы строили концепцию выставки, мы, естественно, продумывали, как экскурсоводы будут рассказывать о ней. Естественно, она была завязана на Старую Смоленскую дорогу и сделана с максимальной привязкой к истории Одинцовского района. Поэтому я думаю, что это будет интересно разным, опять же, возрастам, повторюсь, да, и совершенно разным социальным и возрастным группам людей, которые придут в музей или посмотрят какие-то ролики наши. Потому что в связи с пандемией сейчас... Вот так, кстати говоря, хотел спросить, как вам новый формат работы? Ну, для нас это будет дебют, мы еще так не делали, но, наверное, за этим будущее, как говорит Екатерина Шульман, собственно, кризисы ускоряют какие-то актуальные процессы, да, и вот у нас тоже такая история. Мы думали про то, что, может быть, наверное, надо открыть каналчик на Ютубе, пилить туда видосики, вот, собственно, будущее наступило. Условия созданы. Да, сами нас настигли. Действительно, в сотрудничестве с музеем мы приняли решение о том, что рассказывать о нашей выставке мы будем в таком интересном формате. Мы снимаем про каждый предмет небольшой ролик, и каждую пятницу мы этот ролик выкладываем на страничке музея, на наших ресурсах будем тоже выкладывать. И таким образом люди смогут, посетив электронные ресурсы, узнать о каждом предмете подробно. И потом, наверное, обзорку запишем, где экскурсовод расскажет, как эти предметы между собой связаны. И это будет как конструктор, то есть вы можете взять отдельный предмет, посмотреть его вблизи, что это такое, почему оно здесь, как оно сделано. А можете взять общую такую обзорную экскурсию, посмотреть про то, как эти предметы были включены в нашу историю на протяжении столетий. Спасибо большое, Витя. Уверена, что наши телезрители, да и не только, обязательно увидят экспонаты, которые представлены на выставке, пока только в режиме онлайн. Но, говорят, возможны ограничения, а для этого нам надо с вами еще немножечко потерпеть, соблюдать масочный режим и быть очень аккуратными. Берегите себя, спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.